Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе полезные вещи для зимней рыбалки. И сегодня я покажу как оснастить жерлицу, как оснастить жерлицу для зимней рыбалки, как выбрать лучшую жерлицу для зимней рыбалки и как сделать самый лучший монтаж для жерлицы на зимней рыбалке. Давайте начнем, давайте рассмотрим поближе. Я все вам расскажу и покажу. Поехали! Ирмак Рост, чем мне понравился монтаж, лучше брать, вот посмотрите, сейчас покажу. Ирмак Рост, здесь посмотрите, именно вот эта вот катушка, очень хорошее соединение. Я покупал до этого набор жерлицы, там соединение пластика входит в пластик, он быстро наморозит, резкается, отламывается. Эти жерлицы ненадежные. То есть круг, отверстие и пластиковая сама катушка, держатель под катушку пластиковый. Все соединения пластиковые, они быстро так ломаются. Здесь, посмотрите, заклепки достаточно надежные. И под флажок у жерлицы, и под саму катушку очень надежные заклепки. То есть все надежно стоит. Далее флажки. Флажки, конечно, сейчас продаются, если бюджетные, они ненадежные. Но флажки можно взять, посмотрите, они стоят всего 10 рублей. Я взял запасные флажки, можно заменить. Далее здесь нужно флажок, посмотрите, подгибать. Что можно сделать? Слишком сильно не надо. Если приноровиться, можно слегка погреть на огне и слегка загнуть. То есть слишком, посмотрите, можно сделать изгиб. То есть здесь слегка загнуть и сделать второй здесь изгиб. Тогда ничего у вас не лопнет. Далее передозначением, что нужно еще здесь сделать? Здесь, смотрите, здесь вот флажок, слегка подгибаем вовнутрь наш флажок, чтобы не было ложных срабатываний. То есть мы устанавливаем, не было, чтобы ложных срабатываний. Вот так вот она крутится, срабатывает слегка. И далее, посмотрите, у меня краски вот такие, автоемаль. Здесь автоемаль слегка посмотрите, чтобы было лучше видно, как крутится катушка. Я слегка просто, посмотрите, нанес вот эту автоемаль. И на флажок я сделал вот такие крестики, тоже зеленые. Посмотрите, 2-3 дня это полностью высохнет. Далее еще совет. Здесь, посмотрите, вот это соединение, видите? Проклейте, проклейте, даже если хорошо здесь все соединение есть, проклейте суперклеем. Оно впитывается, оно пропитается, чтобы ничего потом у вас этот флажок не слизал. Здесь все. И далее самый лучший монтаж. Давайте начнем. Правильно, надо, посмотрите, еще закрутить, потому что леска будет идти вот здесь, сверху вниз. Будет леска откручиваться. Далее, посмотрите, еще слегка можно, вот есть такая вот силиконовая смазочка для машины, слегка вот прысните вот сюда, вовнутрь механизма, чтобы она, посмотрите, крутилась лучше. И не подмерзала, если попадет вода. И далее давайте начнем. Леска, нам понадобится леска, вот такую леску я использую, Глоба 0,3. Далее нам понадобятся поводки специальные, жерличные, вольфрамовые, Смоленск, вольфрам, 25 см. Такие поводки. Далее крючки, трынички, не слишком большие. И карабин с застежкой, карабинчик такой, застежкой обязательно. И обязательно стопор. И груза, груз вот такой вот небольшой, груз-оливка. Сейчас я вам покажу. Он очень легкий. Вес всего 8 грамм, он весит. Достаточно. Дальше, посмотрите, лески. Леска с помощью рулетки, 5-метровая рулетка. Я замерил 10, ровно 10 метров. Привязываем нашу леску. Леску можно привязать, посмотрите, соединение. Сейчас я вам покажу. Обычный узел, которым я привязываю вертлюжок к леске, карабин к леске. Протягиваем вот через это колечко. Можно, конечно, самозатягивающим, но этот узел здесь для жерлица надежнее. Протягиваем 7-8 оборотов. Предварительно смачиваем его и продеваем, смотрите, в это кольцо. Один раз продели в это кольцо, чтобы надежнее было продели в образовавшееся еще одно кольцо. Вот такая вот конструкция получилась. И все это как следует затягиваем. Лишнее отрезаем. Лишнее отрезаем. Здесь промазываем клеем. Промазываем, делаем каплю. Каплю небольшой клея. Капнули. И далее, посмотрите, начинаем заматывать. Тут всего 10 метров. Заматываем вот в эту сторону. Итак, все, мы замотали. Далее, посмотрите, что посмотрите. Вовнутрь вот шла не снизу, а сверху леска шла, чтобы наша жерлица, флажок срабатывал. Далее, далее все достаточно просто. Вот конец нашей 10 метровой лески, больше не надо. Продеваем груз в оливку. Далее, устанавливаем стопор, вот такой вот, чтобы можно было регулировать груз в оливку повыше, пониже, в зависимости от глубины. И далее, привязываем таким же злом, как я привязываю. Вот у нас вертлюжок. Продеваем вертлюжок с карабином, с застежкой. Продеваем вот так вот наш вертлюжок. Продеваем леску. Также, посмотрите, прокручиваем ее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь раз. И продеваем вот в это отверстие. Также смачиваем все. И желательно здесь капнем капельку клея. Лишнее отрежем. Берем наш тройничок. Можно еще поменьше, можно двойник. Чем хороший этот поводок? Здесь две петли. То есть, тройник мы делаем петлю в петлю. Присоединим петлю. И через другую петлю мы его затягиваем. Вот так вот. Петлю в петлю мы сделаем наш тройничок. Все. Наш монтаж готов. Посмотрите. Самое интересное, наш монтаж готов. Что мы делаем? Сорожка, карась через рот. Через рот. Или вот специально есть игла бойловая. Аккуратно через рот продеваем наш поводок. И выводим через жабры. Затягиваем тройничок. Уходит в рот. И вот так вот. То есть, где вот сорожка. Вот наш тройник. Можно двойник, можно поменьше. Поэкспериментировать. Все. Выходит этот поводок через жабры. И здесь мы что делаем? Цепляем его к нашему карабинчику. То есть, вот у нас карабинчик. Мы цепляем наш карабинчик и застегиваем. Все. Наш монтаж очень простой. Готов. Здесь смотрите. Здесь смотрите, чем хорош монтаж. Мы можем когда угодно поменять любые тройники на меньшие за 5 секунд. И без проблем продеваем. Рыба вообще не травмируется. Мы ничего не прокалываем, не продеваем ничего. Через кишки у нее. Просто через рот. Еще раз говорю. Вот поводочек. Можно вот есть хорошая бойловая игла. Аккуратно. Есть вот такая бойловая иголочка. Я показывал. То есть, застежка. Аккуратно продеваем через рот. И выводим этот поводок через жабры. То есть, затягиваем крючок у красноперки или карасика во рту тройничок. Сами знаете, щука, например, щука начинает брать. Она спирорыбу берет. Убивает ее. И потом через рот. Через рот она ее немножко заглатывает. То есть, вот так вот. А здесь есть тройник. При подсечке, когда у нас крутится катушка жерлицы. Мы подсекаем. И наш крючок входит в пасть. Один из самых лучших вот таких вот монтажей. Посмотрите. То есть, все достаточно быстро меняется. Вот. Смотрите. Оливка. Стопор. Оливка. Стопор. Вертюжок с застежкой. Быстросъемом. И наш вольфрамовый поводок с тройничком. Можно и поменьше взять. Итак, я оснащаю сейчас 10 жерлиц. Показал вам на одной. 5 секунд времени. То есть, сейчас я сделаю отрезки по 10 метров. Мне хватит одной лески 100 метров на 10 жерлиц. Жерлиц лучше брать неоснащенный. Потому что мы сами покупаем леску. Мы знаем, какая леска, какие тройники. Все расходники, все узлы мы проверяем. И чувствуем себя намного надежнее. При рыбалке зимой на жерлиц. Итак. На сегодня все. Всем, кому понравилось. Как всегда, подписываемся. Ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм. И группа о рыбалке и кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока.